Зарплата бюджетников пойдет вверх. В России вырос минимальный размер оплаты труда до 11 163 рублей. Коснется это 4 миллионов россиян. Кроме оплаты труда увеличится пособие по беременности женщинам, зарплаты которых были ниже минимальной, а также пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Из резервного фонда правительства регионы получат на эти цели 16 миллиардов рублей. В казну Алтайского края уже поступило 772 миллиона. Всего в регионе предусмотрено на повышение зарплат 2 миллиарда 700 миллионов рублей. С 1 мая российские туристы начали платить курортный сбор. На экспериментальном этапе участвуют только два из четырех заявленных регионов – Ставропольский и Алтайский края. В Крыму и Краснодарском крае решили отложить введение сбора, а на Кубани его начнут взимать с 16 июля после чемпионата мира по футболу. Самая высокая ставка на Ставрополье – 50 рублей за день проживания. В Алтайском крае он составит 30 рублей, в Краснодарском – 10. Важно, что сумма курортного сбора не входит в стоимость проживания. После уплаты гражданину обязаны выдать документ, подтверждающий факт перечисления денег. Средства в этом случае подлежат зачислению в бюджет края. Турецкие помидоры возвращаются. Россельхознадзор разрешил поставки томатов всем турецким производителям, а не только тем, которые были в списке одобренных ранее экспортеров. При ввозе в пунктах пропуска через границу будет действовать совместный фитосанитарный контроль. Некоторые эксперты полагают, что в связи с этим цены на магазинных прилавках на помидоры снизятся. Самогонные аппараты придется регистрировать. Речь идет об оборудовании для производства этилового спирта мощностью более 200 декалитров. Отсутствие регистрации приведет к штрафам от 3 до 5 тысяч рублей и конфискации. Если самогонщика все же поймают на продаже такой продукции, то заплатить придется уже в 10 раз больше. И с товаром также придется попрощаться. Разработчики надеются, что таким образом производство этилового спирта будет серьезнее контролироваться, а на рынок ограничения не повлияет. Евгения Даровская. Наши новости.